Дорога возле дома номер 43 по проспекту Генерала Острякова больше похожа на полосу препятствий. Десятки глубоких ям и выбоин, которые во время дождей превращаются в небольшие озера, стали причиной травмы местной жительницы. 89-летняя Светлана Ермак в конце октября, выходя из подъезда на прогулку, подвернула ногу и упала. Результат – перелом ребер. Здесь я вышла из нашего подъезда. Видите, какая у нас дорога. Я вот здесь вот только ступнула, нога подвернулась, и я упала. Сломала два ребра. Вот такая дорога, которую я их называю, пусть это будет такое слово, но я ее называю, что это кал***, уже надоели. И никто этим не занимается. Рядом ремонтировали дорогу, там, в том доме, везде. А нас оставили. Прошу вас, помогите нам сделать что-нибудь приятное с этой дорогой. Мне, в общем, уже скоро 90 лет, но я хожу, мне нужно ходить. И я хожу в день бывает и раз, и два. Дорога в таком ужасном состоянии уже более десятка лет, уверяют местные жители. Ранее они обращались к властям с просьбой отремонтировать разбитый участок. Новость о том, что их пожилая соседка сломала ребра, подвернув ногу во дворе, побудила жителей вновь написать письмо в правительство Севастополя. Из департамента городского хозяйства пришел ответ – асфальтовое покрытие заменят в 2024 году. Но лишь в том случае, если на это будут выделены средства. Отсутствие гарантии ремонта как раз и беспокоит внуков пострадавшей Светланы Владимировны. Впереди зима, и мы сейчас с вами пережили еще сильнейшие разрушения. Ураган, зима, снег, мороз. И вы сами видите эту дорогу, что это будет? То есть вообще не выйти. Для меня очень важно, чтобы бабушка моя долго жила. Вы ее сами увидели, она сама ходит, сама размышляет. И мы, как ее дети, внуки, правнуки, обязаны достойно обеспечить ей старость. Сейчас получившая травмы женщина проходит реабилитацию. Родственники Светланы Ермак переживают, что одна из прогулок во дворе снова может привести к неприятным последствиям. В доме номер 43 проживают и пенсионеры, и молодые семьи с детьми. Люди рассказывают, что недавно асфальтовое покрытие меняли в соседних дворах. Но именно этот травмоопасный участок обошли стороной. Эта дорога уже 40 лет точно. Вот Таяма, я здесь выросла все мое детство. Конечно же, прошлое поколение уже, как бабушка сказала, они уже в другом мире. Но здесь есть новые жильцы, молодые жильцы с детьми, с колясками. И как здесь даже на машине невозможно проехать, как здесь ходить, не только в 89 лет. Вообще удивительно, просто знаете, что в соседних домах, вот второстепенные дороги, между дворами все сделано, а именно этот участок он не сделан. Это было в прошлом году, в позапрошлом году. Каждый двор ремонтировался. Жильцы дома номер 43 на проспекте генерала Острякова надеются, что власти все-таки заложат в бюджете средства на ремонт двора, чтобы минимизировать риски появления новых сообщений о подобных несчастных случаях. Жанна Тарасова, Дмитрий Лилека, Севинфорумбюро.